Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий и мой канал Неамериканец. Ну что, середина второй недели моих тренировок, как я заново нашел программу, заметил несколько таких интересных вещей. Первое, что легче проходит второй раз, наверное, потому что... Первое, что я уже знаю, что делать мозгом. Второе, что все-таки у меня на 20 паундов меньше вес, то есть 185 я в этот раз начал, в прошлый раз было 205, был намного тяжелее. Ну и третье, что вот, ну, те тренировки не прошли даром, несмотря на то, что прошло два месяца, все-таки, ну, организм что-то помнит, есть какая-то сила, как бы, в организме. Вот, и новые тренировки идут по-другому, вот что интересно. Сейчас легче стало заниматься после того, как даже мышцы болят. Вот на следующий день как-то оно легче идет. Вот предыдущие разы, если так все болит, ну, вообще не мог ничего делать, вот просто все болит. А сейчас становится как бы проще. Вот пример вам такой приведу. Вчера потренировался, так потренировался, что прям, может сказать, плохо встал. Так вот прям, думаю, мэн, ужас, как потренировался. А вечером даже есть толком не смог, короче, не доел все, что планировал съесть, ну, просто не лезло. Ну, думаю, все, наверное, завтра точно не пойду. И так, ноги болят, там, руки болят от усталости. Вот. Сегодня проснулся с утра, вот тоже такой прикол. Проснулся с утра в туалет в 6, там, в 45 утра. Сходил в туалет, это уже вот старость. Лег, все, чувствую, не могу спать. Ну, встал, да я даже не пытаюсь морочиться, ну, пытаться там, что-то, все, я уже, понимаешь, не уснул. Вот, встал рано. Потом там Тимоша проснулся, все дела. Ну, думаю, я, наверное, сегодня точно тронжевывал не пойду. Еще мало поел, вот, еще там, то, все, усталость, не выспался чуть-чуть. Вот, ну, в общем, такое состояние. А потом, вот, дню, где-то в районе, там, часа-двух, Тимоша неожиданно решил, там, лечь спать. И он удачно лег спать не где-то, где я, там, езжу по дороге, а именно дома. Я его положил, думаю, ну, мэн, ну, вот такая возможность, ну, надо, наверное, все-таки пойти. Потому что сегодня у меня просписание, тренажерный день. Как я заниматься буду, непонятно. Ну, в общем, пошел, все, и оно в процессе, в процессе, в процессе размялся, размялся, разогрелось тело, разогрелись мышцы. И оно пошло, пошло, пошло. Думал сначала, ну, наверное, не все сделаю, что надо. А потом, нет, все сделал, все, и, в общем, позанимался по полной. И сейчас вот вышел, и чувствую себя очень даже неплохо. Это необычно. То есть, вот, в первый раз я по этой программе занимался, у меня такого не было. То есть, я если вставал, то вообще умирал потом. Вот. А сейчас вот так вот как-то, ну, вот лучше становится. И, конечно, самое тяжелое во всей этой ситуации, это дисциплина, вспоминал слово. Вот дисциплинировать себя не есть ненужные вещи, а есть в правильное время, ложиться вовремя. Вот это все, это самое сложное. Не тренироваться сложно, а тренироваться, а сложно держать дисциплину. Ну, конкретно, а еще вот что, последние вот только пару дней стало легче, я чувствую, что вот я, ну, еще раз, я по этой программе ем раз в сутки. И обычно голод так нагоняется в течение, там, дня, да, а нужно потренироваться сначала сходить. И вот было тяжко, а сейчас вот смотрю, несколько дней последних становится, я говорю, даже вчера так потренировался, что есть вечером толком не мог. И все равно вот сегодня, ну, нормально себя чувствую, то есть я еще ничего не кушал, вот, только водичку пил. И вот сейчас потренировался, и совершенно спокойно, 4.30 вечера, я сейчас к 5 вечера пойду кушать. Вот. Такие вот дела, то есть, ну, короче, как-то оно так нормально. Вот, хотел этим с вами поделиться. Ну, дисциплина, самое-самое сложное, вот все несложно, сложно держать дисциплину, держать расписание. С утра встать, сделать зарядку, это такая тягость. Ну, казалось бы, там, 5 минут, а прямо тупо через силу приходится себя заставлять это делать. Прямо оно меня так удивляет конкретно. То есть, вот одно из самых сложных вещей, это сделать зарядку с утра, ну, собраться потом, понятно, в тренажерный зал, там, непонятно, как со временем, когда, как получается, и лечь вовремя, то есть, вот, нужно лечь, там, ну, в 12 часов, типа, отбой. И это, ну, настолько сложно, а я еще привык, ну, для меня, там, ночь-полночь я привык лазить, там, делать что-то, какие-то дела, все. И вот прямо через силу пытаюсь заставить себя, то есть, вот, лечь вовремя, и то не всегда, получается. Вот, ну, стараюсь. Ну, как-то так, друзья. Что ж, все. На дороге у нас тут какие-то пробки непонятные. Поехал объездной дорогой, но, благо, видите, я еду в одну сторону, нет пробки, а в другую, смотри, какая пробка вытянулась. И это далеко не основная трасса. Что вообще творится-то? Я надеюсь, туда, куда мне надо. Там пропустят. В общем, еду, есть сейчас салатик с мясом. Есть у меня любимый салатик в Чик-Филей. Называется Market Salad. Вот, жена моего жутко не любит. Говорит, как ты тут ешь? А я не знаю, просто от него в восторге. Он с мясом, с фруктами, с соусом. С зисти, аппл соус я беру. И, в общем, такая вкусняшка. Я просто, вот, обычно от него в восторге. Мне он, там, и протеины, и все на свете. И, в общем, он мне очень нравится. Вот, если не хватает, то я беру еще чикен сэндвич. Вот, с курочкой такой, бургер, не бургер. Но он именно с курицкой такой хороший. В общем, вот это единственный какой, получается, карбс у меня. Это углеводы, это вот булочка. И, в принципе, я стараюсь придерживаться этой диеты. А если для разнообразия. Ходим, вот мы с женой там ходили в мясной ресторан, один раз кушали. Ну, в общем, такое. Стараюсь придерживаться, чтобы еще раз не пить ничего сладкого. Постараюсь. Вот, ну, бывает, тут прям хочется что-нибудь такое заточить. Пиццу какую-нибудь. И, вот, кстати, первый раз, я когда тоже был, да, по программе, было тоже тяжко вот это держать, эту диету, в плане вот не есть, там, не пить сладкое, не есть углеводы. Было прям жестко иногда. Ну, правда, может быть, я сейчас пока еще только начал, и мне чуть легче. Ну, или не знаю, что. Ну, в общем, пока чуть легче мне это идет, вот, контролировать этот процесс. Так, все, друзья. Поделился с вами новостями. Вес чуть-чуть уже начал сбрасываться, да. Громко сказать, очень мало времени прошло, чтобы что-то об этом говорить. Ну, короче, что-то как-то идет. Ни шатка, ни валка, но мы движемся в правильном направлении, по крайней мере. Вот, такие дела. Через три дня у меня жена улетает в Россию с детьми. Грусть и печаль. А, с другой стороны, буду заниматься спокойно. Не будет меня ничто отвлекать. Вот посмотрим, вот хватит у меня дисциплины или нет. Я вам расскажу, потому что это будет такое тоже искушение. Никто тебя не тревожит. Спать можно сколько хочешь, ложиться во сколько хочешь, вставать во сколько хочешь. Ну, в общем, все, сколько хочешь, в принципе. Тем более, мне с моей работой, в принципе, я себе могу это позволить. Но посмотрим, буду ли я контролировать себя. Я вообще с дисциплиной у меня плохо. Я слабохарактерный. Короче, тяжело мне себя что-то либо заставить, тяжело заставить работать, тяжело заставить тренироваться, тяжело заставить вовремя ложиться, кушать правильно. В общем, все это тяжело, все через силу, все пинками заставляю себя это делать. И прям, ну, тяжко. Вот сказать, что мне это легко, ничего подобного. Я прям... тяжко. Но я понимаю, что нужно работать, нужно зарабатывать, нужно что-то делать, шевелиться, иначе за тебя это никто не сделает. Вот и со здоровьем то же самое. Я просто вот начинаю тренироваться, и чувствую, что у меня появляется энергия, силы какие-то, такое здоровье, такое ух! Вот даже после тренировки сейчас. А когда не тренируюсь, да, и вот там жру все подряд, то прям чувствую какую-то такая накладная, апатия, все болит, голова болит, шея болит, спина болит, ноги болят. Короче, все болит, как как будто мне 50 лет, там, не знаю, 60-70. То я думаю, надо заниматься, потому что иначе, что же будет в те годы, я помру просто. Вот. И жена спрашивает, что ты как активно за это взялся? Ну, я уже говорил в каких-то там видео, что просто программа такая, я стараюсь по ней исполнять, уже самого силы у нее не хватает, то хоть программу смотрю, там, вот, сегодня у меня такой суд упражнений. Ну, блин, ну, хоть минимум то это сделать, уже за тебя уже все придумали, уже просто тупо повторяй. То я как бы уже пытаюсь придерживаться этого. Вот. Ну, такое. Посмотрим. Посмотрим. Я же еще видео не выставлял. Ну, то есть, вот, вы уже, может быть, смотрите их сколько времени, не знаю, там, эти видео. А вот на данный момент, первое видео, которое я начал снимать, когда я там в декабре его начал снимать, я еще даже не выставил. То есть, представьте, сколько времени прошло. Уже 5 месяцев. Вот. Просто, ну, не выставляю, не знаю. Ну, тупо будет выстоять, если у меня ничего не будет получаться. Ну, я вот заброшу это все. Опять, видите, два месяца у меня был перерыв. Жесткий такой. Вот. Ну, короче. Посмотрим. Все. Друзья, на этом буду прощаться. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok